Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвященные окончанию боевых действий в Афганистане, а также Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Ряд мероприятий прошли в Саратове. Так, у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, на который собрались участники локальных войн, вдовы, матери погибших военнослужащих, депутаты. Всего более 300 человек. Истории семей, которых затронула война, в нашем следующем сюжете. Портреты солдат в руках матерей. Одни пожелтевшие черно-белые, другие цветные, современные. На снимках молодые ребята, отдавшие свои жизни, защищая Отечество. В мемориальный день их вспоминают одинаково достойно. Всех, кто погиб за независимость и справедливость. Наш сын Романов Павел погиб 15 лет назад. Не в Афганистане, он погиб в Чечне. Он до последней минуты с честью выполнял долг и офицера, и врача. Он был военным хирургом. Такую историю жизни и героической гибели своего сына, мужа или сослуживца может рассказать практически каждый участник памятного митинга. Ранним утром к мемориалу воинам-интернационалистам на площади Ленина пришли сотни горожан. Раиса Аксакова пришла с портретом своего сына Александра. Военный летчик погиб в Чечне 15 лет назад. На его счету даже не десятки, а сотни боевых вылетов. Но последний взлет стал для него и других членов экипажа роковым. Вертолет взлетал и буквально в Грозном, над площадью Минутка, они едва только успели, несколько минут, они были в воздухе, успели от населенного круга немного увезти самолет. И, в общем-то, взорвали, взорвали и все сгорели. Десять офицеров с генштаба и три экипажа, три члена экипажа. Своих детей многие из пришедших матерей потеряли вдали от родины несколько лет назад. Говорят, слез уже не осталось, но в памятный день скорбь вновь в их глазах. Вместе с матерями по погибшим скорбят и их сослуживцы, которым удалось выжить в череде кровавых конфликтов. Для человека, который воевал, он все равно помнит, наверное, каждую минуту, каждый день, каждый месяц, который он провел. Ведь это жизнь, которая, наверное, откладывается особым отпечатком, наверное, в судьбе каждого человека. С нами эта боль, это, наверное, вот эти войны, они всю жизнь будут нас преследовать, наверное, в нашей душе будут жить. В памяти будут жить и события, а ушедшие друзья, сыновья, мужья и сослуживцы обрели вечность в сердцах каждого, кого затронул огонь войны. Екатерина Заграничная, Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов, 24. Завершился митинг «Минутой молчания» в памяти о погибших военнослужащих. Затем все участники отправились в зал Дома культуры России, где состоялся торжественный концерт. В рамках культурной программы со сцены прозвучали не только музыкальные композиции на военную тему, но и слова благодарности от руководства регионального правительства. Благодаря нашим солдатам и офицерам мирная жизнь, восстановленная практически во всех республиках бывшего СССР, преодолены сложной ситуацией на Кубе, в Корее, во Вьетнаме, Анголе и десятках других стран. В этот день мы вспоминаем и тех, кто принял участие в восстановлении конституционного порядка на Северном Кавказе и государствах на постсоветском пространстве. Это важные веки в истории нашей страны и особенно в жизни каждого участника тех событий, их родных и близких. Собравшихся ветеранов поздравили творческие коллективы города Саратова, выступавшие со своими лучшими сольными танцевальными номерами. Знаковым моментом концерта стала церемония передачи почетному караулу корзины цветов для возложения к мемориалу землякам погибшим в локальных войнах.